Итоги вторника, 20 ноября, расскажут журналисты ЮИ-ТВ. С вами Елена Вознесенская и в начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стали жертвами российской агрессии на Донбассе в октябре. Пятеро из них убиты, 13 ранены. По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, мины и неразорвавшиеся боеприпасы привели к 60% жертв. С начала российской агрессии на Донбассе, по данным ООН, на сентябрь погибли 3035 гражданских, включительно с жертвами авиакатастрофы рейса MH17. Керченский мост смещается. Это зафиксировали с помощью космической съемки. Снимки опубликовало Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий. В частности, смещение арок происходит в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова в центральной части моста. Еще два опасных участка на территории острова Тузла. По оценкам специалистов, смещение свидетельствует о нестабильности морского дна в местах установки опор. Также негативно влияет на акваторию Черного моря и опасно для людей. Плохие погодные условия могут еще больше повлиять на устойчивость моста. Штраф жительницы Старого Крыма Рианне Куламетовой за архивные видео в соцсетях остается в силе. Такое решение принял подконтрольный России Верховный суд Крыма. Поддержать Куламетову к зданию суда пришли активисты. В 2011 и 2013 годах Рианна опубликовала два видеоролика. Празднование Ураза Байрама в Старом Крыму и митинг в Симферополе. На кадрах были видны знамена с арабской вязью. Суд посчитал, что это флаги, запрещенные в России организацией Хизбут Тахрир. Рианну оштрафовали на тысячу рублей. Это около 15 долларов. Куламетова заявила, что это не флаги, а ткань с надписями на арабском языке. Все было ожидаемо. Никто не думал, что будет оправдательный приговор. Никто не собирался отменять и оправдывать. Что хочу сказать, тем самым пытаются нас запугать, чтобы люди меньше интересовались происходящим вокруг нас, чтобы люди меньше интересовались проблемами нашего народа. Семью Куламетовых оккупационные власти преследуют уже давно. 18 января был арестован на 10 суток брат Рианы Герай Куламетов. Также за видеоролик, размещенный в соцсетях в 2012 году. В апреле Зарему Куламетову, мать Рианы, обвинили в оскорблении полицейского. Оштрафовали и присудили 250 часов общественных работ. В сентябре был арестован отец семейства Куламетовых из Якии за якобы экстремистские посты в соцсетях и препирательство с силовиками. Запрет говорить на родном языке в оккупированном Крыму в городе Судак директор прачечной запретила сотрудникам говорить на крымско-татарском языке. Об этом сообщила активистка Ленора Дюльбер. По ее словам, заведующая заявила, что не понимает, о чем говорят работницы за обедом. Люди, крымские татары, в обеденный перерыв, сидя за столом, общались на родном языке. Ее это взбесило, и она на это отреагировала очень резко, категорично, при этом оскорбив людей. Надо отметить, что в этой ситуации заведующая прачечной была в нетрезвом состоянии. Естественно, что это повлияло на характер беседы. Украинские журналисты, узник Кремля Роман Сущенко получил орден за мужество. Награду жене политзаключенного Анжеле вручил президент Петр Порошенко во время торжеств по случаю столетия информационного агентства «Украинформ». Мероприятие прошли в колонном зале Киевской городской государственной администрации. Роман Сущенко является корреспондентом «Украинформа» во Франции. Московский суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима по сфабрикованному делу о шпионаже. В этот день я хочу вспомнить вашего коллегу, который платит большую цену за возможность, за роскошь говорить правду, который является образцом журналиста и гражданина. Посмотрите, как он держится и демонстрирует уникальный образец мужества и патриотизма. Сто лет украинской журналистики и сто лет первому в стране информационному агентству. После провозглашения украинского государства гетьман Павел Скоропадский создал в Киеве украинское телеграфное агентство. Сейчас это современная информационная платформа, которая имеет крупнейшую сеть карпунктов по всему миру. Репортаж Виталия Бакуменко. Юрий Ильенко – самый старший фотокорреспондент агентства. Ему 90-е, и он продолжает работать. Показывает ЮЭТВ вырезки из газет со своими фотографиями. Это вот Иван Миколаичук, это Гагарин, это Титов, это я с морпехами, это вот регата черноморская, это в Париже. В Украинформе Юрий Ильенко работает полвека, хотя имеет юридическое образование. Сказал, не будет из тебя юриста, потому что кто попробовал журналистский хлеб, это пропащий человек. И так и получилось. Я проработал несколько лет следователем, потом не сошлись с характерами, мы с прокурором области, и я ушел работать в Ротау. Так до 90-го года назывался Украинформ. Нынешнее название агентство получило после провозглашения независимости. Офис Украинформа находится в историческом здании в центре Киева. Тут был в отеле, жили актеры, поэты жили. С этого балкона было удобно выступать перед людьми. И тут вроде бы выступал Маяковский, потому что он в этом номере жил, это был номер люкс. Есть такая версия, что именно отсюда он читал стих товарищ Маскаль на Украину зубы не скаль. Сейчас на этом балконе баннер с портретом Романа Сущенко. Корреспондента Украинформа незаконно осудили в России на 12 лет по надуманным обвинениям в шпионаже. Мы работали вместе, часто общались. Когда он писал большие интервью, то темы все через меня шли. Архивы агентства после Второй мировой войны вывезли в Москву и до сих пор не возвращают. Но в Киеве до сих пор хранятся несколько новостных заметок столетней давности. Первой в 2018 году была публикация о том, что Гетман Скоропадский приступил к исполнению обязанностей. Вот такая была первая публикация. В принципе, он и создал первое государственное информагентство. Украинформ – одно из крупнейших информагентств Украины, которое продолжает развиваться. В ближайших планах открыть видеокарпункт за океаном. В Нью-Йорк отправится Георгий Тихий. Потому что мне давно хотелось работать для Украины и работать для украинских СМИ. Тем более интересно работать для национального агентства, которое является государственным. В Украинформе – самый большой в Украине фотоархив. Полмиллиона снимков хранят историю европейской страны. Виталий Бакуменко, Сергей Ильинский, ЮАИ-ТВ. Кировоградская область теперь называется Кропивницкая. Решение о переименовании одобрила сегодня Верховная Рада. Название изменили в связи с декоммунизацией. Кировоградская область и город Кировоград в советское время были названы в честь коммуниста Сергея Кирова. Одного из организаторов массовых репрессий против украинцев и Голодомора 1932-1933 годов. Областной центр город Кировоград переименовали в Кропивницкий два года назад. Западный вектор развития, начало реформ в стране и активизация гражданского общества. Такие позитивные последствия Евромайдана отметили эксперты в ходе соцопроса к пятой годовщине революции достоинства. Его результаты презентовали в Киеве. В опросе приняли участие 80 украинских аналитиков, политологов, активистов и представителей СМИ. Им задавали вопросы и о поражениях Майдана. Ключевыми проблемами, проблемными местами специалисты назвали борьбу с коррупцией, реформу судов. Такой экспертный опрос проводят уже пятый год к каждой годовщине революции. Большинство экспертов характеризуют Евромайдан как революцию достоинства, революцию за демократизацию и европейский выбор Украины. Пятый год подряд среди экспертов бытует мнение, что Майдан добился победы. В то же время, главной нереализованной целью революции достоинства эксперты называют то, что не произошло перезагрузки власти. Обновление принципов ее деятельности не удалось преодолеть коррупцию. Новая история цикла лица Майдана в пятую годовщину революции достоинства и ЭТВ рассказывает о людях, которые ее свершили. Андрей Гук стоял у истоков создания медицинской службы Майдана и оставался ее координатором до конца протестных акций. Об опыте оказания помощи в экстремальных условиях теперь пишет научную работу. В какие дни ему было страшнее всего? Воспоминаниями о зиме 2014-го Гук поделился с Евгенией Бурдой. Дом профсоюзов за забором с 2014-го. Реконструкция. Пять лет назад здесь был штаб медицинской службы Евромайдана. С первых дней сюда приходили с насморком. После милицейских штурмов с разбитыми головами. Один из тех, кто спасал жизнь в полевых условиях, врач-неюрохирург Андрей Гук. Время для интервью он находит в нескончаемом потоке операций пациентов и диагнозов. Он заведует отделением в институте нейрохирургии. Вспоминает, как в 2014-м планировал защитить докторскую. Брал отпуск в это время в институте для того, чтобы закончить эту научную работу, которую, к сожалению, до сих пор еще не закончил. На Евромайдан Андрей Гук ходил с первого дня. Сначала как активист, а с декабря 2013-го как на работу. В Доме профсоюзов организовали медпункт, чтобы не допустить эпидемии гриппа. Потом поставили 20 палаток первой помощи. На баррикадах дежурили мобильные бригады. Это были объединения по 3-4-5 человек. Они были в самых горячих точках. Они наказывали помощь на месте. Тут же информировали нас, если нужна была какая-то дополнительная помощь. И вызывали скорую. Лекарства, перевязочные материалы, оборудование для полевых операционных передавали волонтеры из разных стран. Через фейсбук, через своих знакомых, 2-3 звонка. Вот мы сейчас на Майдане, нам нужна такая-то помощь. Одна из скорых, которая первая появилась, такая волонтерская, это была украинца, которая работает в Словакии. Он ее нам на время дал, потом она ушла на фронт. То есть это было, я бы сказал, народное объединение. На этих кадрах медпункт на улице Грушевского 22 января 2014-го. Медики фиксируют первую смерть. Сергей Нигоян. Три пулевых ранения. Эти смерти, когда уже первые были Житневского и Нигояна, тем более знаковые, это понятно было, что это не случайная смерть, что это уже начинается война. Война власти с народом. Были осколочные повреждения и ожоги от шумосветовых гранат, это были ранения от огнестрельных и ранения резиновыми пулями. Мы уже были нацелены на то, что нужно быть готовыми ко всему. В дни расстрела Небесной сотни Андрей Гук бессменно дежурил на Майдане. Машины скорой помощи не успевали вывозить раненых. Погибших сносили к Дому профсоюзов. Ночью 19 февраля здание загорелось. Очень трудно было всех вывезти, но мы вывезли всех, кто был жив. И даже тела тех, которые были погибшими на первом этаже, их принесли в Михайловск. На руках. Это было самое жуткое. Майдан дал стране самое главное. Это ощущение достоинства. Это то, что мы достойны. Мы достойны лучшего. И мы достойны это право отстаивать. Андрей Гук дежурил на Майдане, пока не разошлись последние активисты. За жизнь одного из раненых в Мариинском парке нейрохирург боролся до февраля 2015-го. Почти сотню своих пациентов времен революции спасал не единожды после ранений в войне на Донбассе. Евгения Бурда, Евгений Савицкий, ЮЭй Ти Ви. Самые масштабные за 10 лет учения спасателей стартовали в Украине. В них участвуют тысячи представителей разных служб, отрабатывают всевозможные чрезвычайные ситуации. Учебными полигонами служат городские объекты. Как это было в Киеве, видел Игорь Меделян. Возле столичного пивного завода вереницы спасательных машин. Бойцы готовятся в любой момент выехать на место чрезвычайной ситуации. По сценарию учений на предприятии должна произойти утечка 500 килограммов аммиака, которые используют в производстве. Аммиак при утечке из емкости делается газоподобным. Если люди находятся рядом, есть большая вероятность их поражения. В частности, дыхательных путей. Происходит отек легких, и человек за несколько минут может умереть. Поэтому время очень важно. Журналистов собирают возле аммиачной станции. Это опасный участок, где хранятся сотни тонн отравляющего вещества. За железную дорогу не выходить. И под действующие механизмы машины не подходить. Спасатели подъедут, будут выполнять свои служебные обязанности. Заняты в ликвидации аварии. За разведывачем покинуты территорию будивли. Сберегайте в споте. Получив сигнал об аварии, спустя несколько минут спецмашины прибывают одна за другой. Среди них и пожарные. Водой они должны нейтрализовать облако, вырвавшегося в атмосферу аммиака, чтобы оно не ушло в жилые кварталы. Но и такой сценарий на учениях не исключают. Мы готовы к тому, что выброс аммиака может выйти за пределы предприятия. Исходя из этого, мы готовы провести оповещение населения, организовать и открыть в кратчайший срок приемный эвакуационный пункт, провести информирование населения через передвижные громкоговорители. Из эпицентра условной аварии спасатели эвакуируют одного пострадавшего. Его увозит в больницу скорая помощь. Вся операция длится не больше часа. Бойцы с задачей справились, говорят проверяющие. Но есть претензии к работникам завода, которые первыми сообщили об аварии спасателям. Есть замечания к передаче информации, к реакции диспетчеров. Вот эту коммуникацию нужно будет доработать. Еще перед учениями киевлянам сообщали, в любой момент в городе может сработать общегородская система оповещения, сообщающая о чрезвычайной ситуации. Однако от идеи отказались. Решили ограничиться сиренами на объектах, где проводят учения. Всего на протяжении трех дней в столице отработают семь сценариев действий городских служб во время возможностей чрезвычайных ситуаций. Игорь Меделян, Дмитрий Гришко, UATV. Мир станет еще ближе. Лоукостер Ryanair запустят пять новых маршрутов из Киева в следующем году. Дважды в неделю будут выполняться полеты в Грецию, Ирландию, Великобританию, Болгарию и на Кипр. Также в планах Италия. Ryanair – самый крупный лоукостер в Европе. В сентябре он начал работать и в Украине. Теперь доля лоукостеров составляет 30% от всех международных рейсов в Украине, сообщили в Министерстве инфраструктуры. Другие авиакомпании вынуждены улучшать сервис, чтобы оправдать более высокие цены на перелеты. Таким образом, имеем двойной эффект – меньше цена и лучше сервис. На 70% лоукостеры создают новый пассажиропоток. Поэтому те, кто переживал, что их пассажиров украдут, ошибаются. Лоукосты выбирают те, кто никогда не летал или пользовался другими видами транспорта. Мы считаем, и я сегодня разговаривал об этом с президентом и министром, что за ближайшие 3-5 лет мы сможем обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год. Первые в мире экологические очки из кофе и льна создал украинец Максим Гавриленко. Молодой офтальмолог уверен, они быстро найдут своих почитателей, ведь не загрязняют природу, полностью разлагаются за несколько лет. Также эко-очки сложнее повредить. Материал одновременно прочный и гибкий. И к тому же пахнут, как кофе. В гостях у оптико-изобретателя побывала моя коллега Тамара Кононенко. Максим и Марина живут недалеко от леса. Как только находится свободное время, идут собирать мусор. Пластиковые бутылки, полиэтилен, картон – все, что могут оставлять отдыхающие. Это удалось нам собрать буквально за 2 минуты. После сортируют то, что нашли. Около мастерской установили специальные контейнеры. Желание заботиться об окружающей среде и вдохновило пару на создание эко-очков из кофе и льна. Альтернативы традиционным пластиковым. По сравнению с пластиком, наши очки разлагаются уже после нескольких лет нахождения в воде или почве. И при этом они не выделяют никаких вредных соединений. Это полностью нейтральный композит. И плюс кофе – это отличное удобрение для растений. Производство организовали у себя дома долгие месяцы поисков и экспериментов. И как результат – кофейная гуща превращается в высокопрочный материал, а он – в очки. Кофейный жмых для оправы Максим берет в кафе. Лен для декора дужек – промышленные остатки. Последний, кстати, случай был. Мне из Колумбии написал один человек, владелец кофейни. Говорит, у нас с этого очень много жмыха, мы его выбрасываем, может вам как-то его передавать. Одни очки – это три чашки эспрессо. Но прежде чем кофе превратится в готовый продукт, проходит семь дней и почти четыре десятка процессов. И вот, наконец-то, после фрезеровки кофейный жмых похож на очки. Завершают очки вручную. Оправу шлифуют, покрывают маслом, устанавливают дужки, фурнитуру и линзы. И что я понимаю, когда я их делаю, я понимаю, что каждая оправа, она, ну, такой больше нет. То есть нет двух одинаковых оправ. Они там каждый со своим, немножко там переливается, лен и кофе. В общем, потому что это ручная работа. Сейчас в производстве традиционные формы оправ с разноцветными защитными линзами. Одну из моделей Максим создал для жены. Именно Марина предложила экоидею мужу оптику. А когда тот воплотил ее в жизнь, стала первой обладательницей органических очков. Я присутствовала при том, как он ночами, неделями, месяцами просто добивался этой прочности, которая его устроила. А что касается очков, то я вообще фанат лисичек. Вот попросила его создать такие лисички. И вот, конечно, я ношу их. У меня под каждый наряд разные линзы. Красные, там, фиолетовые, желтые. И я очень их люблю. Я первый его поклонник. Стартовая цена очков из кофе и льна – 69 долларов. Уже получили больше сотни заказов из-за рубежа. Чаще всего эко-новинка интересуются жители США. Максим планирует запустить массовое производство. Часть вырученных средств изобретатель направит на очистку украинских лесов от пластикового мусора. Тамара Каноненко, Сергей Ильинский, UATV. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп помиловал индеек. Горошинку и морковку растили на ферме в Южной Дакоте. Их выбрали из 50 других птиц, выращенных для главы Белого дома ко Дню Благодарения. Индеек привезли в Вашингтон 18 ноября, где поселили в пятизвездочный отель. Цена самого дешевого двухместного номера в нем – 284 доллара за ночь. Теперь птицы отправятся жить на ферму в штате Виргиния. Традиции помилования индейки более 150 лет считается, что первым отказался есть птицу Авраам Линкольн. Актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.ua. Таковы итоги уходящего дня. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры создавал DimaTorzok